Так, Жанна, шью первый раз. Это макет. Подскажите, что не так? Ошибки опыта у меня нет. Фото ниже. Значит, посмотрите. Базовая конструкция с выточкой. Насколько я могу понять. И выточка, по-моему, находится у нас в пройме. Давайте посмотрим еще. Да, да. Вот так выглядит у нас спинка. И да, вот мы видим, выточка нагрудная переведена у нас в пройму. В пройму переведена. Мы видим тот же самый косой залон. Это говорит о том, что у нас, я уже отвечала на этот вопрос, у нас баланс вот такой, да, несоответствующий фигурке. То есть просится увеличить ДТП или увеличить нагрудную выточку. То есть здесь явно напрашивается увеличенная нагрудная выточка, потому что вы знаете, что если мы увеличиваем баланс, с увеличением баланса нагрудная выточка у нас растет. С уменьшением баланса в сутулой фигурке она уменьшается до того момента, что просто исчезает совсем это у сутулой фигурки. А у перегибистой, наоборот, она возрастает, она увеличивается. То есть вот этот косой залон говорит о том, о чем мы разговаривали с нами выше. Теперь обратите внимание, вот уже в чате девочки нарисовали вверху. Посмотрите, какая слабина идет в районе плечевых точек. Это нам о чем говорит? Это говорит о том, что высота плеча, касая спинки, намного больше, чем нужно этой фигурке. И высота плеча, касая переду, тоже намного больше, чем нужно этой фигурке. По крайней мере, сантиметра полтора можно точно смело снимать и стоя с другой стороны. Здесь такое чувство, что эта выкройка сделана для изделия с плечевой накладкой, с подплечниками. То есть измерили, добавили по полтора сантиметра с той и с другой стороны, подняли вот эти точки, появились по 11, по 22. А, например, у самой это плечника подтолкнуть позабыли. Поэтому получилась вот такая слабина. Я не знаю деталей, я могу только предполагать. Кстати говоря, вот этот косой залом, который вы видите ниже, он иногда тоже может расправиться, когда вы подставляете туда плечевую накладку или поднимаете вот это повыше.